Казалось бы, с первого взгляда появился лоск, благоустроенность, но некоторые моменты в виде брошенной коробки с мусором или испорченной ливневки портят всю картину. Все в городе знают требовательность мэра к чистоте и все же не дорабатывают. Это нужно делать каждый день. Особенно сейчас, тем более чемпионат идет по возрастающей. Гостей в Сочи много, напоминает мэр, но спальные районы должны быть ухоженными. В первую очередь для самих жильцов. А значит, где-то надо и самим прикладывать руки. Например, на детской площадке подкрасить качели и горки. Это же ваша земля теперь. Должны за ней ухаживать. Убирать это точно, но подкрасить детскую площадку, привезти, чтобы это было. Если это детская площадка, то для меня она не детская. Это просто видно. Тут давно детей не было. Чуть выше строится большая детская площадка. Жильцы благодарят. А мэр предупреждает построить одно, содержать другое. Анатолий Пахомов просит объяснять детям, что нужно беречь общее имущество. Здесь же, в микрорайоне Искра, планируется и строительство парка. В народе эта местность получила название «Благодать». Но полностью район будет соответствовать своему имени, отметил глава курорта, когда поменяется отношение самих жильцов к своему дому. Ухоженнее район бы выглядел, если бы владельцы не забывали подкрасить свои гаражи. К тому же здесь много небольших магазинчиков. И 10-метровая территория вокруг тоже в зоне их ответственности. Однако немногие помнят об этом. Мэру приходится напоминать – не делайте цветочный газон, стройте для своих же покупателей парковку. А на самой горе глава города обнаруживает и самоструи. Я тогда на рабочей группе в городской подниму вопрос по этому дому. Право по этому суде, а по этому будем проводить. Разрешение выдавалось на эти деньги, на ИЖИ. Ну, так пусть сносят. Анатолий Пахомов тут же определяет налицо все признаки многоквартирного дома. А значит, надо контролировать объект. Теперь после внесения поправок на сессии городского собрания у администрации курорта есть на это законное право. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.